У отеля очень большая сеть бассейнов. У бассейна различной глубины, для того, чтобы малышня могла купаться, взрослые. Сейчас мы пройдем, нам все это постараюсь показать. Смотрите, какие-то огромные цветы есть. Интересно, что они распускаются большинство вечеров, а так они, видимо, не выдерживают температуру и осыпаются. Инфраструктура хорошо продумана, проблем, как говорил, нигде нет. Вот, все у нас в мостике, в бассейнах. Сейчас мы с вами через мостик пройдем и попадем в бару бассейна. Вот видите? Практически считаю, что треть территория бассейна. Вот видите? Практически считаю, что треть территория бассейна. Бару бассейна. Постоянно напитки. В обед можно перекусить. Выбор не такой, как у вас в новом ресторане, но все равно. Смотрите, люди продолжают кушать. Темновато здесь. Ну ладно, что получится. Здесь амфитеатр расположен. Каждый вечер тут происходит представление. Довольно-таки интересно. Места хватает для гостей. И тут постоянно дает мороженое. Они, как видите, пользуются популярностью. Но когда будете тут все это дело употреблять, то аккуратнее. Все холодное, на улице жара. То есть простыть можно мгновенно, что я и сделал на третий день. Сейчас мы с вами пройдем еще в один бар у бассейна. Посмотрим на озеро. Там плавают живые карпы. Интересно. Красиво. Если у вас есть сомнения в выборе отеля, где отдохнуть, выбирайте Райл Драгонс. Вам понравится. Часть народу любит от отдыха в бассейна. Мы с семьей практически все время проводим на море. Сейчас мы пройдем здесь, посмотрим. Куда там ходим-поснимаем море. Вот таких всевозможных водопадиков тут большое количество. Вот еще один бар у бассейна. Здесь проходят турниры по дартску. Преимущество его в том, что здесь малолюдно. Сейчас он стоит немножко так в тени. Поэтому, если вам захочется выединения, приходите сюда. Сейчас мы с вами пойдем пытаемся снять рыб. Вот здесь расположен рыбный ресторан. Вот уже готовится прием гостей. Также тут есть итальянский ресторан. Ресторан восточной кухни. Турецкий ресторан. То есть за неделю проживания вы можете посетить один из ресторанов. Вот ихний пруд. Вот они рыбки. Самое интересное, что здесь расположен рыбный ресторан. Их ли это готовится? Сейчас я отключаю камеру. Мы с вами пойдем на пляж. Это буквально тут 3 минуты. При выходе на пляж есть еще один бар. Вот называется шатер. Здесь пицца, булочки, лепешки. И вот турецкий барышень для гостей и тоже лепешки. Это пользуется популярностью тоже. Но сейчас уже видимо все накушались, поэтому где нет. Ну хотя бы очередей тут не возникало никогда. Ну и сейчас мы с вами пойдем на пляж. Система охраны на входе. Постоянный персонал дежурит. Вот это выход с территории отеля. Это так называемый променант. То есть вы можете прогуляться в одну сторону побережья, в другую. Посмотреть на соседние отели. Посравнивать. Там вот направо расположен 4-звездочный отель. Подойти и посмотреть, что пицца там допустим стоит на пляже 11 долларов. Мясные блюда 14-20. Пиво не меньше 4-х. Водичка обыкновенная 2 доллара. Так что выбирайте систему, все включено. Проблем не возникнет никогда. Здесь у нас расположен бар, скажем, на пляже, но он работает с обеда и до ужина. Здесь постоянно живая музыка. Джей очень хорошо работает. Так, ну и вот сам выход на море. Пляж большой, отель заполнен полностью. Ну, проблем там с лежаками, там с местом нет, не возникает никогда. Все здесь отлично. Ну вот одно из любимых моих мест. Так, скажем, мини-бар на пляже. Друг! Хай! Добрый день! Добрый день! Пиво, пожалуйста! Да! Отмо пиво, да, друг? Костеприимные люди, турки. Всегда улыбаются. И что мне было откровением, здесь мне наливали пиво, старый мельник. Я не поверил, но мне показали пиво. Спасибо большое! Здравствуйте! 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 Это вы вообще выйдете за братом. Ну вот этот сам пляжик отеля. Сейчас пройдем поближе к морю, посмотрим. Как-то мы нынче угадали так, что у нас четвертый день дует ветер с моря. Волны довольно-таки приличные, но малышнее и народу нравится. Особенно на кружочках, на матрасиках качается в свое удовольствие. Вот природные виды спорта наши. Довольно дороговато все-таки. 50 долларов на парашюте прокатиться вдвоем накладно. Море теплое, 22 градуса. Ну и теперь будем ждать вечернюю съемку, когда будет все мигать. Ну так вот выглядит стандартный номер в отеле. шкаф для одежды, имеется сейф в номере, документы, видеокамеры, денежки, все можно здесь сложить. Ну, сам номер так выглядит. Имеется бар постоянно пополняемый, то есть водичка, пиво, фанта, кола, соки, проблем не возникало никогда, пополняет регулярно. В телевидении в 28 каналах, 3 русских. Ну, сказать можно, что в других отелях покрупнее телевизоры, тут что-то они поскромничали. Можно купить Турксиловскую карту и по ней звонить по телефону вот этому, на родину. Ну, номер у нас на троих взрослых, дочь, жена и я. Кондиционер. Хитрость, когда вы уходите, можете оставить карточку, ключи, и тогда у вас будет постоянно похладно. И к тому же не будет отключаться холодильник. Вот так вот выглядит ванная комната, фен, душик. Постоянно пополняют они или для душа, для ванны, шампунь. Проблем не возникает тоже никогда. Ну, периодически в уборщице оставляем доллар, там раз, два, три дня, хотя можете не оставлять, дело за чисто хозяйское. Имеется балкон, там девочки у них прячутся, так что я вам показывать не буду. Ну, вот так вот это само выглядит. Диванчик для гостей, можно приглашать гостя, но это нужно на рецепшене решать, он может у вас тут переночевать. Ну, больше нечего номер рассказать. Спасибо. Спасибо.